Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – Гегель и Маркс. Ведет занятие секретарь Ленинградской организации рабочей партии России Дмитрий Андреевич Назар. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Значит, тема сегодняшнего доклада – Гегель и Маркс. Понятно, что мы все знакомы так или иначе с биографиями указанных философов, но и думаю, что понятно, что разговор в основном будет о диалектике. Что можно сказать в самом начале? Немецкий философ, объективный идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель родился в августе 1770 года. Как и любой гениальный человек, был полиглотом, очень много учился, очень много читал, разговаривал, изъяснялся на нескольких языках, что впоследствии, я полагаю, очень сильно помогло ему в разработке диалектики. Потому что Гегель пишет в своем предисловии, что логическое есть сама природа языка. Во все, что для человека становится чем-то внутренним, вообще представлением, во все, что он делает своим, проник язык. Разрабатывая систему диалектических категорий, Гегель как раз на это и опирался. Это легко можно увидеть, рассматривая первые две-три категории науки логики. Такие, как бытие и ничто. Предположим, категория ничто воспринимается на русском языке как ничто. Хотя, если посмотреть на транскрипцию немецкого языка, на транскрипцию с немецкого языка на русский, звучит это слово «нихт», а на самом деле, если посмотреть на те буквы, которыми оно пишется, оно так и пишется. Н-А-С-И-А-Ш-Т. НИХТ. И читается по-русски как ничто. Вот такой вот довольно интересный пример. Я думаю, что многие это заметили. Но думаю, что не все сопоставили. Но это вот пример использования и применения языка в науке логики. Вообще, наука логики является своего рода снятием всех предыдущих трудов, предшествующих Гегелю философов. Потому что в своей работе он включил всё, что было разработано философами до него, в свою систему. То есть, для каких-то категорий он нашёл место в своей системе, какие-то категории он ввёл, как новые, предположим, такую категорию, как определённость. Потому что до него говорили только о категории определения. И, собственно, начинается книга «Наука логики» с раздела «Определённость или качество». В философскую систему Гегеля входила не только наука логики. Он хотел построить систему и построил её, которая состояла из нескольких книг. Там есть трактаты об эстетике, есть философия права, есть непосредственно предшествующая книги «Наука логики» работа «Феноменология духа», которая, в отличие от «Науки логики», читается очень сложно. Потому что там огромное нагромождение философских мыслей, которые даже не совсем, как мне представляются, укладываются в систему. Но основным выводом из «Феноменологии духа» является то, что познание совершается в трёх формах. В чувственной форме, то есть в образах, в религиозной форме, то есть познание рассматривает жизнь на Земле как отражение жизни на небесах. И третья форма, которая является самой прогрессивной, которую Гегель стал развивать в «Науке логики» – форма познания в понятиях. И вот, собственно, используя язык, Гегель пишет, что для этого любой развитый язык подходит, несмотря на то, что он шутил на просьбу изложить его систему категорий популярной по-французски. Он говорил, что ни популярной, ни по-французски это сделать невозможно. Тем не менее, в развитых языках все эти категории найти можно. И примером тому является издание «Науки логики в нашей стране» и материстическое трактование в кружках любителей гегельской диалектики, которых сейчас по стране великое множество, и товарищи с тем или иным успехом эту работу ведут. Используя в том числе и книгу издания под редакцией Михаила Васильевича Попова, которая здесь у меня присутствует, у меня тоже такая есть. То есть, это не первая книга. Что интересно, есть разные издания этой книги, не все они подходят для изучения, потому что я встречал такие вещи, что в одном из известных изданий, не помню, кто издавал именно, где-то просто не поставлено слово «не». В тексте просто нет слова «не». С точки зрения диалектики это настолько грубое нарушение, что меняется просто смысл сразу же. Не то, что на противоположное, а даже иногда и уследить за тем, куда мысль идёт, невозможно. Это важный тоже момент, что если мы хотим изучать диалектику, то надо подготовиться к этому и использовать нужные издания. Это что касается работы Гегеля как систематизатора философии и человека, который по существу поставил философию на новый уровень. Теперь не надо читать с самого начала Платона и Аристотеля. Можно взять науку логики и проследить во множественных замечаниях и примечаниях о том, как Гегель отзывается о том или ином философе и приводит в пример его систему, включая его тем самым свою. Это что касается Гегеля. Теперь, что касается Карла Генриха Маркса. Вообще, можно было бы ответить одним из одного предложения, построить весь доклад и сказать, что в своём послесловии ко второму изданию «Капитала» Маркс написал, что я открыто признал себя учеником Гегеля. И, собственно, было бы всё понятно, что, несмотря на то, что существуют различия в традиции, Гегель объективный идеалист, у него идея выше всего, у него идея во всей его системе стоит на первом месте, и всё, что мы видим, это порождение идеи. Маркс же, напротив, материалист, революционер, человек, который в своей системе, в системе движения категории «Капитала» на первое место, в самое начало, поставил товар. И вот, к примеру, верные трактовки того, что пишет Маркс. Маркс пишет, что товар – это прежде всего внешний предмет, вещь. Вот если бы Маркс… Ну, тут ещё как бы, не знаю, повезло это, не повезло. Наверное, в Германии действительно такая сильная традиция философская. Они соотечественники и понимали друг друга. То есть, когда мы читаем, нам несколько сложно, потому что нам надо заглянуть в словарик, узнать, что значит то или иное слово, а в данном случае ещё и категория и понятия, потому что слово может быть одно, а значит, оно может разные по смыслу, обозначать разные, ну, имеет разные значения. Так вот, когда Маркс пишет о том, что товар – это прежде всего внешний предмет, вещь, он использует такое немецкое слово «гегенстант», что, собственно, обозначает исключительно вещественный предмет. И дальше ставит слово «динг», по поводу которого Гегель так кокетничал и сравнивал вещь с мыслью, потому что «динг» – это вещь, а «дунг», насколько я помню, по-немецки, это мысль. Это тоже есть в науке логики. И вот Маркс говорит, пишет такое слово «гегенстант», то есть исключительно вещественный объект. И когда говорят о том, что товар ли услуга, товар ли программа, ну, при капитализме всё товар. Но следуя капиталу Маркса, мы понимаем, что, и следуя немецкому написанию этому слову, что товар – это вещь, прежде всего внешний предмет. Потому что если бы это был мыслимый какой-то предмет, это слово бы звучало как «захер». Такая категория тоже есть в науке логики. Гегель пишет, что когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, оно вступает в своё существование. И вот как раз в том месте он использует вот это слово «захер», которое, в принципе, взаимозаменяемо со словом «динг», но обозначает такое вот нечто невещественное. То есть, в большей мере, некую идею. То есть, если «динг» – это вещь, материальный предмет, то «захер» – это вот нечто невещественное. И вот, собственно говоря, на этом, если следовать такому пониманию товара, внешнего предмета, то сомнений по поводу того, услуга ли товар, в общем-то, не возникает. Потому что услуга направлена непосредственно на человека. Она не вещь. Программа тоже не вещь. Вот железо, в котором эта программа существует, то есть, компьютерное так называемое железо, вот это вещь. Когда говорят, что это железо не будет работать без этой программы, ну, конечно, не будет. Ну, и сама программа при этом вещественным предметом не является. Её подрогать нельзя. То есть, идея картины – это одно, а картина – это другое совершенно. Это что касается применения вот такой вот диалектики к капиталу Маркса. Очень часто ещё встречается выражение о противоположности метода Маркса методу Гегеля. И в том же самом послесловии ко второму изданию Маркс пишет, что Маркс пишет, что в своей основе мой метод противоположен методу Гегеля. И здесь возникает такое представление о противоположности, как будто это нечто, находящееся по ту сторону и не имеющее отношения к непосредственному предмету рассмотрения. Хотя, если мы пойдём в науку логики, мы найдём там категорию противоположности, и если будем её изучать, мы поймём, что это не нечто оторванное, что противоположность она от своей другой противоположности не оторвана, а в том контексте, в котором об этом говорит Маркс, имеется в виду только то, что его система основана на мысли о том, что первична материя, противоположность тому, как я уже сказал, что в системе Гегеля первична идея. Вот в этом, собственно, и заключается противоположность. Хотя сам метод, а метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета, сам метод при этом не меняется. То есть, для того, чтобы понять, что такое метод и каким образом этот метод двигает ту или иную систему, нам надо понимать, что такое форма, нам надо понимать, что такое содержание, нам надо знать, что такое внутреннее. И все вот эти вроде бы известные нам слова, но вполне возможно, что не всем понятные категории содержатся в науке логики. Причём, эти категории довольно-таки сложные, потому что, как и противоположность, категории формы, содержания, внутреннего, это категории сферы сущности, которая отличается той сложностью, что когда мы берём, скажем, категории сферы бытия, там мы их берём непосредственную. Вот берём непосредственно, смотрим на них и называем их. И там вроде как относительно-то всё несложно там. Бытие, ничто, становление, определённость, качество, наличное бытие, нечто, другое, граница, долженствование, конечное, бесконечность, для себя бытие, отталкивание, притяжение и далее уже количество. то в категориях сферы сущности рассмотрения идёт несколько по-другому. Правильно говорят, что там надо всё наоборот считать. Предположим, если в сфере бытия есть такая категория, которая называется определённость, определённость это не бытие, которое принято в бытие таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, то в сущности такой категории как определённость нет. Там есть такая категория, которая называется положенность. И напрямую в тексте, насколько я знаю, наукологики хотя понятное дело, что знать там всего нельзя и, наверное, там можно очень долго годами читать всего и не узнаешь, но вот насколько я читал, там напрямую категория положенность не выводится. Но что это такое? Вот если определённость это не бытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, то в сфере сущности все категории имеют форму ничто. То есть, отрицание бытия. Причём отрицание любого бытия. И вот положенность это такое бытие, которое принято в не бытие, так, что конкретное целое имеет форму не бытия или ничто. Вот для слуха я прекрасно понимаю, что это довольно-таки сложно. Тем более может возникнуть такое ощущение, что это некоторое жонглирование словами, терминами. Хотя на самом деле если следовать заветам Владимира Ильича и штудировать науку логики, то до этого можно дойти. И вот если мы берём такую категорию как положенность, сложную категорию, то когда Марс говорит о противоположности своего метода методу Гегеля, то он как раз использует ещё одну категорию сущностную противоположенность. То есть это такая положенность, которая в паре со своей противоположностей находится напротив. И вообще противоположность это единство тождества и разности. Тоже сложные сущностные категории. Потому что мы знаем, что тождество безразличие, что тождество бывает только тождество различного, что не бывает ничего одного и того же, что две спички в коробке это не одна и та же спичка, а не так или иначе какими-то микронами друг от друга отличаются. Поэтому абсолютного тождества его как такового нет. В мире нигде его нет. И говорить, что это как сейчас в жарких дискуссиях товарищи утверждают, да, вот это одно и то же. Одного и того же вообще никогда не бывает. Даже близнецы, братья так или иначе у кого-то рука чуть-чуть подле... Да даже у одного человека две руки разные. Глаза разные, уши разные. Даже начать с того, что одно левое, другое правое. Хотя вроде бы как. Человек один и тот же. И то же самое и различие. Не бывает различия такого, что вот говорят мы различные люди. Не так, что один кошка, другой собака, а все таки люди. То есть различие тоже подразумевает какое-то тождество. А противоположности это единство тождества и разности. А разность это такое различие, и еще раз повторяю, это вот о чем говорю, все это в книге науки логики есть, другое дело, что это очень трудно доставаемо, потому что действительно надо читать и стараться понимать. Вот разность это безразличное различие, это когда сказано, что вот они разные и все. В начале науки логики Гегель говорит, что бытие ничто разное и разность их несказуема. То есть невозможно непосредственно указать, чем они разные. И вот противоположность, слово которое используется очень часто, несмотря на то, что понятие категории такая сложная. И вот для того, чтобы мне рассказать о том, что такое противоположность и сказать о том, что же имел в виду Маркс, когда говорил о противоположности своего метода методу Гегеля, потребовалось 10 минут для того, чтобы немножечко прикоснуться к категориям сферы сущности. Хотя воинствующему материалисту, марксисту, коммунисту завещано Владимир Ильичом штудировать науку логики, дабы по щедринскому выражению, как он пишет в работе «Сеозначение воинствующего материалиста» «Наш материализм был не сражающимся, а не сражаемым». Я вот думаю, что много раз здесь ставился вопрос о необходимости изучения науки логики и должен сказать, что эта работа идёт, и в своём докладе я хотел показать, что в принципе это сложная вещь, но не недоступная. я науку логики читаю года три. Понятное дело, что надо читать не одному, надо читать с товарищами, ходить в кружок. У нас есть кружок любителей гегельской диалектики, который ведёт Михаил Васильевич Попов. У нас есть занятия, которые проводит Казёнов Александр Сергеевич, я знаю, что лекции по диалектике Золотов Александр Владимирович ведёт в Нижнем Новгороде. Виктор Петрович Огородников тоже, насколько я знаю, если я не путаю, прошу прощения, Владимир Петрович тоже как философ изучает это. У него вообще область такая довольно-таки широкая. Он там очень любит в античность уходить, но тем не менее тоже философов современных достаточно, которые это изучают. Я не философ совершенно, от слова совсем, кроме того, что я читаю книгу, занимаюсь в кружке. Но, тем не менее, какие-то, смею надеяться, успехи есть. Поэтому в этом свете товарища призываю учиться этому и по возможности эту книгу читать и штудировать. Что еще хотелось сказать? Понятно, что прослеживается некая тенденция, я бы даже сказал, такая линия философская, которая берет свое начало от Гегеля к его книге «Наука логики», проходит через Маркса. Когда мы говорим о Марксе, мы не можем не упомянуть его товарища, которого он в переписке называет «Дорогой Фред», именно Фридриха Энгельса. И что тоже интересно, в конспекте переписки Маркса Энгельса Владимира Ильича, которая находится в собрании сочинений Маркса Энгельса, там есть целый том, где в письмах они обсуждают вообще, что бы по этому поводу, они обсуждают там много всяких вещей, в том числе критикуют Прудона, где-то там еще на кого-то нападают, в общем, решают какие-то вопросы, которые были современными, постоянно встречается фраза о том, что бы по этому поводу сказал старик Гегель. И приводится очень много примеров материалистическом применении диалектики в естественных науках, естественно, в политической науке. И прослеживая такую линию, Гегель, Маркс, Энгельс, развивая их идеи, мы неизбежно приходим к трудам более современных уже ученых Владимира Ильича Ленина, который в период, когда было ничего непонятно, все были против всех, в обществе царили разные идеи, он берет науку логики, читает ее и находит выходы из сложившихся ситуаций. То есть Владимир Ильич непосредственно применяет полученное знание в решении острых социальных вопросов. И используя науку логики, используя работы Маркса и Энгельса, строят целую систему, которую можно назвать научным социализмом, которая представлена целым собранием сочинений, в котором от начала к результату а именно такая система является научной, которая имеет начало как неразвитый результат и результат как развернутое начало. Вот эта система научного социализма, которая представлена в собрании сочинений, является прямым продолжением вот этой вот линии практических материалистических диалектиков, которые представляют уже исторический материализм, то есть материализм, диалектический материализм, применённый к истории. Потом мы можем проследить эту линию в практике построения социалистического государства в работах Иосифа Виссарионовича Сталина, несмотря на то, что прямых сведений, насколько я понимаю, о том, что систематически изучал диалектику, нету, но он был учеником Ленина, верным ленинцем, и, так сказать, на практике впитал и применил знания, которые получил Владимир Ильича. Более того, уже в период, в переходный период от социализма к капитализму с 1961 года мы видим, что эта линия не прерывается, здесь можно назвать таких ученых, как Константин Игорьич Смирнов, если не ошибаюсь, а Игорь Константинович Смирнов, который написал метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Кармасов, где тоже применил диалектику. Мы знаем ученого Василия Яковлевича Ельмеева, который выдвинул трудовую теорию потребительной стоимости, если я не ошибаюсь. Мы знаем все и лично знаю Михаила Васильевича Попова, который распотрел планомерное разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма и применяет диалектику уже в условиях свершившейся контрреволюции и установления капитализма в России уже после 1991 года, являющегося практиком и идеологом рабочего движения. Мы можем ответить еще Золотова Александра Владимировича, который написал книгу развития профсоюзного движения России. Причем эта книга уже о современной России, опять-таки о периоде реакции. Мы знаем Олега Анатольевича Мазура, который написал книгу развития современных работников России. То есть вот эти товарищи, которые непосредственно предметом своего изучения сделали противоречия капитализма, установившегося в России после 1991 года, и находят эти решения на материалистической основе в лице самого прогрессивного класса, рабочего класса. То есть, это ученые, марксисты, которые напрямую, они наши современники, это Мазур и Золотов, это молодые люди по сравнению. Относительно. Относительно молодые люди. Это буквально предыдущее поколение. Но это люди, которые действуют, они работают и ведут вот эту линию. То есть мы можем проследить и я в меру своих скромных способностей попытался это показать, что мы можем от идеалиста Гегеля, несмотря на то, что это идеалист, проследить вот эту материалистическую линию, которая начинается с открытием Маркса исторического материализма и до современных дней. Я думаю, что в рамках доклада Гегель и Маркс мы фамилии эти назвали и вполне можем сказать, о чем я только что сказал, что работа это ведется, диалектика, какие-то труды по диалектике вряд ли будут написаны в ближайшие 200-300 лет, хотя изучая эту книгу понятно, что мне лично есть такие места, которые непонятны, и как будто хочется туда что-то вставить, но для этого надо это изучать, но я думаю, что в ближайшие пару веков ничего нового сказано не будет, хотя если прогрессивный класс добьется такого высвобождения такого количества времени, что появятся какие-то новые философы, наверное, эта задача будет решена, но я думаю, что по известному выражению там будут люди поумнее нас, поэтому не глупее нас, наверное, так, поэтому призываю всех изучать, читать, это относительно несложная вещь, относительно, конечно, то есть, если иметь привычку долго читать и читать сложные книги, я думаю, это можно осилить, и после этого любая книга покажется просто какой-то легкой прогулкой, вот, спасибо большое, товарищи. Спасибо, есть вопросы? Вы читаете, Да. Первый вопрос, если категория бытие равна камень, то категория ничто это что? Можно ли рассматривать категорию ничто само по себе без бытия? Ну, тут постановка вопроса такая, что если категория бытие равна камень, то здесь введено какое-то условие, которое... Вот у меня камень, не что это, а как, где? Не камень. А где? То есть, я бы камень выкинул и на пустое местного? У Гегеля в первой главе ничто это вообще отрицание. То есть, его ничто нету? Нет, есть? Ничто в слове ничто есть что. Вот что это бытие, а ничто это отрицание этого бытия. и вот Гегель в этой книге относительно недалеко, там вот буквально разбирая как раз первое отрицание, которое он находит, он пишет, что отрицание можно также выразить простым не. То есть, если вы спрашиваете, что бытие это камень, то ничто это не камень. А все что угодно другое просто не камень. Давайте упорядочить. Есть вопрос? Нет, следующий вопрос. Можно ли рассматривать категорию ничто само по себе без бытия? Ну, рассматривать можно, но это будет не диалектическое рассмотрение, а то, что называется абстракцией. В принципе, так можно сделать с любым предметом. Но если мы то, что на жаргоне называется будем рассматривать сферического коня в вакууме, он не будет связан ни с чем. А категория науки логики и категории примененные к капиталу выстроены так, что они идут от простого к сложного, от низшего к высшему. И вырывая какую-то одну категорию без связи с другими, мы получаем просто абстракцию. Далее, бытие это есть абсолютная идея Бог. Ну, по Гегелю да, по Гегелю всё идея, всё есть проявление идеи. Ну, материалиста нет, естественно, это не так. Бытие это то единое, что есть. Вообще в мире нет ничего, кроме бытия. Если вот так к этому подходить вопросу. Вот ещё вопрос услуга, программа это товар по Максу или не товар? Ну, Макс программа, у него даже таких категорий нет. Услуга это действие направленное на человека. Так это товар или не товар? При капитализме понимаете, всё товар, и любовь товар, и совесть товар. При капитализме, а вообще не товар. Он же говорит о том, что товар это прежде всего внешний предмет. Предмет. То идея, то есть продать при капитализме я могу продать идею можно. Политэкономически услуга не товар. Не товар. Всё. Здесь нету. Спасибо. Затистного скупления не было, поэтому я тогда ваше обучение закончу. Товарищи, вот эту тему мы поставили в план занятий не случайно, а сознательно. Гегель и Маркс. Мы подразумеваем то, что Гегель и марксизмом ленинизм неразрывная связь. Образно говоря, диалектика это душа марксизма. Образно. Вот уберите душу и что будет? Не будет живой человек и будет что-то мертвое. Вот возникает вопрос где нам эту диалектику найти. Какое произведение изучать? Потому что Гегель основное произведение где диалектический метод это наука логики. Причем Дмитрий Гегель мы замечательно говорим. А есть еще какие-то другие произведения? Я почему говорю потому что есть группа деятелей которые числятся причисляют себя к левым называют себя левым которые говорят нет вот отдают дежурный дань как бы Гегель это гениальный мыслитель диалектика это очень важная но науку логики изучать не надо нужно изучать вопрос а где мы можем найти диалектический метод основное произведение марксизма это капитал маркса капитал по отношению к диалектике это что такое это частный случай диалектики частный то есть Гегель взял маркс взял диалектический метод и применил его предмет будем называть а именно капиталистическому способу производства и соответствующим производством отношения а у нас только способы производства 5 другие категории другие связи но совершенно полностью согласен с тем что Дмитрий Леонидович вексе говорил вот если взять произведение Владимира Ленина полное собрание сочинения с 1 по 45 том это можно с точки зрения оценки применения диалектики сказать что это применение диалектики диалектического метода в классовой борьбе российского пролетариата во всей процессе в ходе создания условий социалистической революции в ходе самой революции в ходе построения нового коммунистического общества диалектики так же вы говорили современных ученых которые применяют диалектическое место но это все частные случаи диалектики частные случаи применения диалектики каким-то видимо предметом а где в целом изложены категории связи диалектики поэтому фридрих эндрис великий знаток диалектики неслучайно сказал что науко-логика это единственный компендией диалектики компендией то есть прямая дорога кратчайший будет и нету другого произведения ну те которые товарищ Катоши говорил поминал начале которые вроде как признают это внешне признают значимость гигельской диалектики логики но что у меня я изучать не надо гигель идеалист поэтому науко-логики изучать не надо я приведу один пример вот возьмем Владимир Ильич есть такой 29 том где конспект науки логики гигеля то есть Владимир Ильич Янин читал страницы науки логики и делал свои замечания там масса сильнейших замечаний я всем рекомендую в красном университете и здесь читать как отдельное произведение и в самом конце Владимир Ильич Ленин сделал такое заключение вывод а он их брал эти свои мысли такими верточками жирными очертил прямоугольниками квадратами ставил восклицательные знаки писал н.б. латинская очень значительно и он написал что у этого произведения Гетлина в науке и логике меньше всего идеализма а больше всего материализма противоречиво но факт поэтому я все время периодически обращаюсь к этому выводу Ленина какой предмет изучения у Гетлина мышление мышление что материальное то есть сам предмет исследования науке логики это не материальное вот он построил вот эту систему категорий потому суть суть вот этого произведения диалектические методы поэтому задача тех кто стоит на почве материализма брать диалектический метод изложенный гегель науке логике и творческий камень во всех областях знаний и природи и общества в классе и борьбы вам заключительное слово ну вот я бы хотел в качестве заключительного слова привести цитату из второго тома науки логики Гегеля где он пишет из среднего термина социальность можно вывести общность имущества граждан из среднего же термина индивидуальность если проследить его столь же абстрактно вытекает распадение государства то есть это вот очень материалистическая мысль и это написано Гегелем и такие моменты особенно вот в субъективной логике во втором томе у него скажем не часто но 3-5 раз встречаются другое дело что для того чтобы на них наткнуться надо вот проделать эту работу поэтому твердо можно сказать что Гегель как потом заметил Владимир Ильич Ленин в философских тетрадях очень близко подошел к материализму но вот чуть-чуть ему не хватило родился в философском ну во первых да он этого просто наверное не мог видеть во вторых мы знаем что он не успел переработать второй том хотя на первой силы у него хватило а на второй к сожалению нет но за него сделали это другие ученые которые встали на материалистическую почту и видимо внимательно читая произведение своего учителя дали нам частный пример применения диалектических категорий спасибо 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 товарищ по поводу следующего занятия встречаемся 7 апреля то есть следующий четверг тема занятия роль партии рабочего класса прогрессивных преобразований общества декста читает первых секретарь ЦК РКРП малицов 22 спасибо